30-40 ДТП с материальным ущербом в день. Такова статистика на территории городского округа Красногорск. Если аварий много, ожидание прибытия экипажа ДПС может затянуться. Как результат, в и без того загруженном автомобилями городе мелкие аварии парализуют движение на дорогах и даже угрожают жизни, здоровью других водителей и пассажиров. Между тем, правила дорожного движения с 2016 года прописывают четкий порядок действий водителей по оформлению аварии без участия сотрудника полиции. Правилами дорожного движения установлены обязанности водителей, связанных с оформлением ДТП. Необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию, а действовать отражающий жилет для собственной безопасности. Убедиться, что в ДТП никто не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. Далее необходимо, предварительно проведя фотофиксацию места ДТП, освободить проезжую часть, после чего сообщить о случившемся в полицию и следовать указаниям дежурного офицера. Сообщить о случившемся можно и на горячую линию центра помощи при ДТП. При поддержке администрации городского округа он был открыт в Апалихе в сентябре в помощь водителям. Сотрудники колл-центра круглосуточно отвечают на все возможные сопутствующие ситуации и вопросы. Участникам оператор рассказывает, что нужно сделать на месте ДТП, а именно, как провести корректную фотофиксацию, составить схему, а главное, посредством обратной связи проверять данные на полноту и достаточность. Самостоятельно заполнив европротокол и получив одобрение сотрудников центра участники аварии должны как можно быстрее освободить проезжую часть. На проверку специалистам документ можно отправить через Вайбер или Ватсап. Оперативная помощь после ДТП абсолютно бесплатна. Если условия для европротокола не выполняются, например, участников аварии больше двух или есть разногласия, кто виноват в столкновении, то в том же центре помощи при ДТП водители могут оформить происшествие у сотрудника ГИБДД. Здесь дежурный офицер выдает необходимые для страховой компании документы.